Чтобы быть успешным по жизни, ты должен быть монстром. Общество говорит, что ты должен быть безобидным и добрым, что ты должен обуздать свой инстинкт соперничества, что ты не должен пытаться победить, что ты не должен быть агрессивным, что ты не должен быть слишком напористым, что ты должен быть скромным и уйти на второй план. И все это неправильно. Ты должен быть монстром, абсолютным монстром, но также ты должен научиться контролировать своего монстра. Я встречал много добрых и успешных людей, и все они были очень опасными. лучше не переходить им дорогу. Безобидный человек не может быть добрым человеком. По-настоящему добрый человек — это тот, кто опасен, но держит все под добровольным контролем. Женщинам не нравятся безобидные мужчины. Они презирают их, они смеются над ними. Чего хотят женщины, так это опасных и в то же время цивилизованных мужчин. Они хотят их облагородить, прямо как в сказке «Красавица и чудовище». Если ты безобиден, но не опасен, ты просто безобидный, а не добрый. Ты как кролик. Кролик не может быть по-настоящему добрым. Он не может ничего сделать, кроме как быть съеденным. В этом нет ничего хорошего. А если ты монстр, но не ведешь себя как чудовище, вот тогда ты добродетелен. Но ты все равно остаешься монстром и должен постоянно об этом помнить. Хороший пример монстра — Гарри Поттер. Он добрый, ранимый, но в то же время весьма опасен. В нем есть что-то злое. Он может разговаривать со змеями, он постоянно нарушает правила и может причинить вред своими заклинаниями. Но у него есть веская причина нарушать правила. Если бы он их не нарушал, был всегда послушным и безобидным, то не достиг бы своих высших целей. Вообще, монстр — это очень распространенное мифологическое понятие. И все герои и успешные люди в большей или меньшей мере являются такими. Герой должен быть монстром, но управляемым монстром. Спайдер-мен тоже такой, добрый, но опасный. И это совершенно правильно с психологической точки зрения. Если ты не можешь думать, как опасный человек, то ты беззащитен перед ним и перед системой. Вот почему опасные и сильные характером люди достигают успеха. Я это наблюдал еще со школы. Я заметил, что очень часто тех сверстников, чьим характером я восхищался, исключали из школы. Они были более жесткими парнями, которым просто надоело следовать правилам. Их характер просто не вписывался в правила. Эти ребята уходили и работали на нефтяных вышках или пытались делать бизнес. Может, кто-то думает, что быть безобидным — это безопасно. Но парадокс заключается в том, что настоящая безопасность — это быть опасным человеком. Нельзя с помощью слабости и безобидности защититься от угроз. Что же это за жизнь будет? Вами будут все управлять и командовать. Это не жизнь для человека. Вам следует противостоять опасностям и неизвестностям, чтобы быть в безопасности. Вот такой вот парадокс, который, кстати, был частично открыт Буддой, но также очень хорошо был изложен и в христианстве. Этот парадокс заключается в том, что решение всех проблем и страданий человека кроется в готовности встретиться с ними лицом к лицу, а не прятаться от них, думая, что это безопасно. Но кто об этом догадается? Это же совершенно парадоксально. Вот почему многие и не видят эту истину. Поэтому успешные становятся еще успешнее, сильные, еще сильнее. Эти люди готовы постоянно противостоять опасностям и неизвестностям. Чтобы вы меня лучше поняли, я приведу пример с детской площадкой. Детская площадка — это весьма опасное место для вашего ребенка. Там он может упасть с качели, удариться обо что-то, туда могут прийти хулиганы и побить вашего ребенка или что-то отобрать у него. И было бы логично, что ребенку безопаснее сидеть дома. И да, в краткосрочной перспективе это действительно безопаснее, но с другой стороны, он не общается со сверстниками, лишается навыков взаимодействия и коммуникации, не учится отстаивать свои интересы и тому подобное. А если вы будете все время оберегать своего ребенка, то как только он выйдет из-под вашей опеки, этот мир его раздавит. Ребенок будет в очень большой опасности. Его все время прятали, оберегали, а тут наступает момент, когда уже негде спрятаться. И вот вам парадокс. Оказывается, детская площадка является тем безопасным местом, где ребенок учится жизни. Вы бросаете туда своего ребенка и говорите ему «Адаптируйся». И он адаптируется, приобретает навыки, опыты и становится сильнее. Поэтому по-настоящему успешные и сильные люди — это те люди, которые встречают проблемы лицом к лицу. Так человек растет. И особенно это эффективно в том случае, когда некому защитить и помочь. Человек понимает, что он один на один со своей проблемы. Бежать некуда, и нужно окунуться в эту проблему, чтобы решить ее. Да, это больно и неприятно, но это единственный путь — стать сильным и по-настоящему защищенным в этом мире. Во многих ситуациях вы будете испытывать чувство обиды, гнева, горечи, потому что вы не будете получать свое. Вас будут обижать и не будут считаться с вами. Если вы понаблюдаете за этими чувствами, то увидите, что они порождают мысли, которые могут быть невероятно страшными и мрачными. Это может показаться вам очень пугающим. Возможно, вам даже не захочется признаваться в том, что вы действительно способны на подобные вещи. Но дело в том, что если эти агрессивные чувства, импульсы и фантазии интегрированы в ваш характер, то вы как будто заново открываете себя. Открываете ту часть себя, которая может быть очень сильной и опасной. И это действительно очень полезно — быть опасным. Потому что если вы можете быть опасным, то зачастую в этом нет необходимости. А зло в основном творят слабые люди. Например, именно слабые мужчины становятся насильниками. Это очень распространенное явление. Такой акт насилия порождается слабостью, а не силой. Так что в любом случае честно относитесь к своему негодованию. Наблюдайте за собой и за тем, какой вы на самом деле. Решайте проблемы, а не убегайте от них. И берите на себя полную ответственность за свою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова